Поговорим о различных типах графических элементов, использовать которые вы можете в редакторе интерфейсов Iridium GUI Editor. Графические элементы – это объекты интерфейса, способные воспринимать управляющие воздействия и отправлять команды управляемому оборудованию, а также воздействовать на состояние других объектов интерфейса. Существует значительное количество различных типов графических элементов, описанных в редакторе, и все их свойства собраны во вкладке Object Properties, которая является частью окна Project Overview. Вкладка Object Properties имеет три промежуточные вкладки. Это General, в которой описаны все основные свойства графического элемента, как ее положение на странице, высота, ширина, активность к нажатию и видимость. Свойства, характерные для выбранного типа графического элемента, описаны под вкладки Specific. Вкладка Programming служит для размещения команд и управляющих воздействий, инициируемых по разным событиям. Здесь вы видите события Press – нажатие на элемент, Release – отпускание элемента, Hold – удержание элемента, и Move – движение пальца по ползунку слайдера. Во вкладке Relations описаны все связи графического элемента с другими переменными проекта. Так, в этой вкладке можно описать взаимодействие между двумя элементами интерфейса или разместить канал, который будет влиять на текущее состояние графического элемента. Вкладка States содержит настройки внешнего вида графического элемента. Здесь вы можете переключить состояние элемента с активного на неактивное, если он имеет несколько состояний, добавить, удалить состояние, изменить внешний вид кнопки, изменить текстовые настройки, привязать изображение и изменить способ фильтрации и растягивания изображений на графическом элементе. Итак, перейдем к описанию основных типов графических элементов, используемых в редакторе. Первый и основной тип графического элемента – это Button – кнопка с двумя состояниями. Это стандартный элемент, который может использоваться для отправки фиксированных значений оборудованию, а также для отображения статуса переменной. Так, например, кнопка с двумя состояниями может отображать переключение переменной из неактивного состояния в активное. Кнопка с одним состоянием может использоваться для отправки значений графическому элементу, чтобы отобразить значения на кнопку с одним состоянием, если вы не хотите, чтобы состояние менялось. Можно использовать шаблоны вывода значений на графические элементы. Они будут описаны далее. Кнопка Trigger служит для переключения переменной из активного состояния в неактивное. Триггер может переключать переменную между любыми двумя состояниями, которые указываются в параметрах триггера. Кнопки с типом Up, Down, Button служат для увеличения или уменьшения значения относительно текущего. Это так называемое относительное диммирование переменной. Так, например, вы можете приращивать температуру относительно текущего его значения. Кнопки Trigger и кнопки Up, Down, Button обязательно должны работать с каналом получения обратной связи от управляемой переменной для определения текущего значения переменной и выбора следующей уставки, которая будет отправлена оборудованию. О том, как пользоваться этими кнопками с конкретным оборудованием, смотрите в соответствующей инструкции. Элемент Level служит для регулирования значения некоторой переменной в определенном диапазоне, например, от 0 до 100. С помощью этого элемента вы можете диммировать яркость освещения, управлять температурой или другими переменными в заданном диапазоне. Элемент EditBox служит для ввода данных с клавиатурой управляющего устройства. Введенные в это поле данные вы можете впоследствии отправить управляемому оборудованию. Статический список – это прокручивающийся лист, формируемый из ряда попапов, то есть всплывающих окон, которые объединяются в единый графический элемент. С помощью этого списка вы можете создать удобные переходы между окнами проекта, которые должны последовательно открываться, и они будут пролистываться вертикально или горизонтально. Анимированный уровень – это специальный тип уровня, каждому значению которого соответствует свой кадр изображения, анимации. При пролистывании этого уровня можно изменять его внешний вид, что удобно при создании сложной графики. Анимированная кнопка – это также анимированный элемент, и с помощью этого элемента можно создавать циклическую анимацию. Джойстик – это элемент, который может отправлять управляемому оборудованию два значения, определяющие его координату X и Y. С помощью этого элемента вы можете создать Color Picker для регулирования яркости RGB освещения. Виртуальная клавиша – это элемент, который может создать вам собственную клавиатуру в проекте. С помощью этой клавиши вы можете как с клавиатуры вводить любой текст и системные символы.